Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости этого канала. Сегодня хотелось бы вспомнить такой прекрасный детский фильм Советского Союза, который называется «Приключения Электроника» и рассказать вам о главных героях, о братьях-близнецах Тарсуев, которые сыграли главные роли Гора Сыроежкина и Электроника. Родились звездные близнецы 22 апреля. Это была особая дата для советских детей, день рождения Ленина. Однако Володя назван не в его честь, как многие считают. А вот Юрий получил имя первого космонавта Юрия Гагарина, хорошего друга главы семейства секретаря ЦК ВЛГСМ. С самого рождения братья обрели популярность. Об их появлении было сообщено на пленуме ЦК. У товарища Юрия Владимира Тарсуева сегодня родилось два сына-близнеца. В роддоме маму в прямом смысле слово завалили цветами. Одесская киностудия в начале 1979 года начала активно искать привлекательных мальчиков-близнецов возрастом до 10 лет, до нового фильма «Приключения Электроника». Пробы проходили по всему Советскому Союзу. Представители киностудии побывали в большинстве областей СССР. Требования к кандидатам были специфические. Умение играть на гитаре, вождение мопеда. Комиссия просмотрела более сотни пар близнецов. Но истинные герои были совсем близко к школе номер 23 города Москва. Братья Тарсуева часто гоняли на мопеде, любили петь и плясать, аккомпанируя друг к другу на гитаре. Трой режиссер фильма вспоминает, когда была зима, на улице около 40 градусов мороза. На встречу пришли только братья Тарсуева, точнее их привела мама. Они хорошо сыграли и спели, но мальчишки немного не подходили по возрасту. После совещания члены комиссии все же приняли решение об утверждении 12-летних Тарсуевых на эту роль. В начале творческой биографии Володя был назначен на роль Сыроежкина, а Юра на роль Электроника. Позже Владимир откроет тайны. Дома на кухне было решено, что я буду Сыроежкиным, а Юра – Электроником. Но мне больше импонировал Электроник, я сравнивал его характер со своим. Но так как Юра младше меня на 10 минут, то я уступил ему эту роль. Начали съемки, братьев осветили, но что-то не клеилось на съемочной площадке. Режиссер предложил поменяться ролями. Юра оказался школьником Сыроежкиным, а Володя – роботом Электроником. Далее на съемочной площадке процесс наладился. Всего 7 месяцев мы жили в Одессе, чужом для нас городе. Мы ночевали в гостинице и получали настоящую зарплату. Учились мы в свободном режиме, так как школа была украинская с английским языком. После премьеры фильма на ребят обрушилась популярность. Они посвящали грезы многих девчонок. Каждый день почтальон доставлял почти полсотни писем от поклонников с разных концов страны. Кстати, от известности страдали родители. Им приходилось часто изменять номер телефона. Ребята не могли нормально ходить в школу. Все дети с 1 по 4 класс повисали гроздьями на них. В «Пионерской правде» опубликовали фотографии братьев, которых почти не видно за горой писем. Однако звездная болезнь не поразила юных актеров. Между школой и армией братья Тарсуевы учились в полиграфическом институте. Однако продержались они недолго. Уже на первом курсе их отчислили за моральное поведение. По этому поводу высказался Владимир. Мы старались не выделяться среди других студентов. Однако наша известность приводила к тому, что на нас постоянно обращали внимание. Далее была учеба в ДСАФ и работа водителем на хлебзаводе. Братья успели сняться в незнайке с нашего двора. Но больше популярности картина не имела. Потом Володю и Юру призвали в армию. Они служили вместе в Солнечногорске. После армии пути братьев ненадолго разошлись. Юра поступил в институт Азии и Африки. Володя в МГУ на философский факультет. Но и на этот раз попытка закончить высшее учебное заведение потерпела крах. Ребята забросили учебу. Владимир начал работать на киностудию Никиты Михалкова 3Т. Начинал он не с игры в картинах, а с таможенных вопросов. Однако в скором времени его с братом пригласили сыграть в драме «Русские братья». Юрия играл положительно ОМОНовцев, а Владимир – его брата беглого уголовника. Картина вышла в 92-м году. Но даже звездный состав не обеспечил ей популярность. Четвертая картина братьев также оказалась слабой. Венецианское стекло, которое вышло в 1994 году. Это был детективно-пантастический фильм о молодом композиторе, у которого был двойник. Далее братья решили попробовать себя в бизнесе, о чем долго сожалели. Из воспоминаний Владимира. Зачем мне понадобился этот бизнес? Остался бы около Михалкова и работал бы в киностудии. Я же был администратором там больше трех лет. Работа в 3Т и съемки в электронике я отношу к лучшим годам с моей жизнью с братом. Владимир пытался торговать продуктами, также открыл клуб «Апропа». Однако достигнуть желаемого не удалось. Он уходит таксиста в московскую фирму. Про Юрия в это время практически ничего не известно. Одно время утверждали, что он скрывается в Германии. Его брат поясняет. Подобная информация сливалась в газеты специально. У нас был бизнес. У Юры возникли проблемы, что вынудило его покинуть город. Позже он вернулся в столицу и стал руководителем отдела продаж дилерской сети Горьковского автозавода. Юр до сих пор избегает общения с журналистами и старается не свидеться. Владимир после 8 лет работы в таможенном транспортном отделе Объединенной металлургической компании приложил максимум усилий, чтобы попасть в Норильский никель. Он и по сей день продолжает там работать. Юрия жена 2002 года. У него есть сын Никита. Моя копия, говорит он. Не отличает нас. Меня путает со своим отцом, говорит Владимир. Сама находится в четвертом браке. В 2003 году он расписался с 26-летней Ириной. До этого они были знакомы более 8 лет. Пока девушка росла, Владимир успел жениться. Но он признается, что часто вспоминал о питерской музе. Я запомнил тот счастливый день, когда узнал, что Ирина всегда ждала нашей повторной встречи. Сегодня братья с улыбкой вспоминают съемки электроника в семейном кругу. Хотя они не относят себя к актерам. Большинство людей воспринимают их как электроника из Сыроежкина. Про них всегда помнят и надеются увидеть в новом увлекательном фильме еще раз. Пожелаем же им действительно сняться в каком-то новом фильме и порадовать своих поклонников. Если вам понравился ролик, ставьте пальчики вверх. Кто же еще не подписан на канал, подписывайтесь. Впереди еще много интересной и увлекательной информации о всех ваших любимчиках. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Если вы на нашем канале не нашли ролики и клипы о своих любимчиках и любимых фаворитах, то пишите в комментариях имя, фамилию, то, что бы вы хотели узнать или услышать. А я вам желаю здоровья, счастья, любви, добра и мира. До новых встреч, всем удачи, будьте счастливы, берегите себя и близких. До новых роликов, до новых встреч и всем пока-пока.